Здравствуйте, уважаемые посетители канала Процветок, меня зовут Русский Хован, я вас приветствую. В сегодняшнем нашем выпуске мы поговорим о том, как долго можно хранить различные растворы. В своей садово-огородной практике все мы делаем те или иные растворы, в особенности которыми обрабатываем растения против болезней и вредителей, а также осуществляем какие-то вникорневые подкормки микроэлементами, макроэлементами, ну что-то поливаем, проливаем, ну когда поливаем, как правило, у нас растворов не остается. Количество раствора мы сделали, и его достаточно легко, ну не влили под помидоры, подольем под огурцы, не подлили под огурцы, подольем под розы. Как правило, такие растворы не остаются. А вот когда дело касается опрыскиваний, то зачастую мы можем сделать растворы избыточное количество, с тем, чтобы использовать все через какое-то время. При всем том, эти растворы имеют определенные сроки годности, и через какой-то период времени утрачивают свою активность. Когда мы говорим о стандартных препаратах, которые можно купить в магазине, то в большинстве случаев необходимо ориентироваться на те рекомендации производителя, которые он дает к своему препарату. Например, хранить не более двух часов, или не более двух дней, или использовать в течение суток и так далее. То есть, как правило, эти рекомендации являются вполне себе адекватными. Хотя бывают и варианты. Но в сегодняшнем нашем выпуске я хочу вас проинформировать о том, как долго можно использовать определенные растворы. Можно сказать, такие не совсем стандартные, потому что у нас на канале мы даем зачастую рецепты с нестандартными компонентами, нестандартной смеси. Вот как долго можно их хранить. Я себе сделал небольшой склерозничек для того, чтобы в него подсматривать, потому что растворов у меня тут десяток. И буду подсматривать, чтобы ничего не упустить. Итак, начну с первого. Растворы янтарной кислоты используются часто в разных направлениях. У нас есть видео, разные видео относительно использования янтарной кислоты, правильного использования янтарной кислоты. Вот растворы янтарной кислоты, они, к сожалению, долго не хранятся. Связано это с тем, что янтарная кислота является сама по себе очень хорошим питанием для различных микроорганизмов. Уже буквально через 4-5 часов количество янтарной кислоты, которое вот раствор, когда вы готовили, ну вы же его не стерильно готовили, не в кипяченой воде, не в стерильный опрыскиватель заливали. Вот в таком случае буквально, ну, несколько часов, и этот раствор янтарной кислоты уже утрачивает свою вот эту полезную функцию. Просто потому, что подъедается микрофлорой, которая попала в раствор. Если же вы делаете, например, какой-то концентрат, таблетки, растворяете янтарной кислоты, вы можете это сделать у себя на кухне, обдать кипяточком банку, залить кипяточком эти таблетки, охладить это все, сделать концентрат, поставить в холодильник. В таком случае вот этот концентрат, таким образом приготовленный, может храниться до одной недели в условиях холодильника. Следующий раствор – это дрожжи. Дрожжи практически вообще не хранятся. Вот вы делаете дрожжевой раствор, и буквально в течение получаса, а то и меньше, вы должны его сразу же внести. Чем меньше ваши дрожжи будут бродить, это надо запомнить как истину. Чем меньше дрожжи будут бродить, тем больше пользы они принесут вашим растениям и при внесении на лист, и при внесении в почву. Следующий раствор – это препараты триходермы и других грибов. Другие грибы не так распространены – баверия, метаризиум, однако же они нашими зрителями также используются. Растворы, содержащие споры и мицелий таких грибов, может храниться 3-4-5 дней даже, при условии, что он хранится в прохладном месте. Если это раствор, который не содержит ничего, кроме воды и вот этого раствора, в котором выращивался гриб или выбалтывался гриб, то есть вот эту споро-мицелляльную массу, то в прохладном месте прямо в опрыскивателе можно сохранять вот это все дело вот в течение даже 3-4 и даже 5 дней, в зависимости от температуры. Если же вы одновременно добавляли туда дрожжи, если вы одновременно добавляли туда янтарную кислоту, то вы должны ориентироваться на те сроки, которые более короткие, по второму компоненту. Ну, то есть янтарная кислота несколько часов, а то и меньше, и дрожжи необходимо вносить прямо сразу же. Растворы сенной палочки, сколько можно хранить? Несмотря на то, что на своих препаратах некоторые производители пишут, что там в течение 2-х часов надо использовать, однако, по моему опыту, 2-3 дня готовые растворы сенной палочки, особенно домашние, использовать можно совершенно смело, ничего страшного. Как долго можно использовать битоксибацелин? Ведь это тоже бацилла, но только другая препараты битоксибацелин и липидоцит. Вот их, к сожалению, надо использовать как можно быстрее. Не потому, что полностью инактивируется этот препарат. Польза, даже если вы несколько дней его поддержите в опрыскивателе, от него останется. Но эта польза, можно сказать, уменьшится в 2 раза, потому что сами бактерии там останутся, а вот токсины, которые эти бактерии вырабатывают, там, к сожалению, за это время разрушатся. И несмотря на то, что и так срок активного действия этого препарата может длиться от 1 до 5 суток, уменьшение эффективности этого препарата при хранении готового раствора может еще сильнее снизить скорость воздействия этого препарата. А нам это совершенно не нужно. Поэтому битоксибацелин, липидоцит разводите непосредственно перед применением и применяйте любые растворы, которые содержат хозяйственное или зеленое мыло. Они могут пожить, так сказать, у вас, но в течение буквально часа, не более. Лучше всего, если вы используете растворы, содержащие мыло, сразу же после приготовления мыла. Имеет свойство расслаиваться. Мыла взаимодействуют с солями жесткости, которые содержатся в воде, выпадают хлопьями, забивают опрыскователь. Нужно как можно быстрее их использовать. Следующий – это препараты меди. Точно так же, как и мыло, даже еще более жестко, чем мыло препараты меди, бордоская жидкость, абегопик, хомо, ксихомо, зафос, надо использовать немедленно и полностью после приготовления рабочего раствора. То же самое касается препаратов железа. Даже если это хилаты железа. Но единственное исключение, когда вы делаете препарат железа домашний, это вы берете железный купорос и лимонную кислоту. У нас есть ролики про это, как это готовится. Вот такие растворы могут постоять до недели. Во всех остальных случаях препараты, содержащие железо, надо использовать сразу же, в том числе купленные в магазине хилаты железа. Препараты, содержащие нашатырный спирт. Но это даже не просто препараты, а растворы. Вы растворили столовую ложку нашатырного спирта в ведре воды и хотите там подкармливать или опрыскивать растения, бороться с вредителями, вы должны использовать его моментально. Потому что нашатырный спирт, аммиак, достаточно быстро покидает раствор водный и объединяется, эффективность такого раствора снижается. И растворы минеральных солей, как долго можно сохранять? В принципе, растворы минеральных солей вы можете сохранять так долго, как хотите. Они не портятся, за исключением, ну, случаев выпадения в осадок, каких-то реакций, которые происходят в жесткой воде. Ну, и они практически не снижают эффективности, там, вне корневых подкормок с помощью удобрений каких-то или микроэлементных подкормок. В принципе, вы можете их держать сколько хотите. Любые растворы, которые содержат молоко, вы должны использовать сразу же. Любые растворы, которые содержат сыворотку, вы должны использовать сразу же. Любые растворы, приготовленные, например, на основе куркумы, вот по нашим рецептам, даже с аммиаком, вы должны использовать в течение 3-4 часов. Растворы метиленового синего, которые вы можете использовать, вы можете хранить сколько хотите. Раствор гипохлорита натрия с монофосфатом калия вы должны использовать сразу же и моментально. Что ж, я вот постарался вспомнить максимальное количество растворов, нестандартных, которые мы рекомендовали. Если вы вспомните еще какие-то, по которым вы хотите получить ответ, пишите комментарии. Если будет много таких растворов, которые я упустил, я сделаю еще один ролик. Если же их будет немного, то я отвечу прямо под этим роликом. По крайней мере, постараюсь. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok